почему же наступает развод развод наступает только по одной причине отношения киснут портится них не развивается чистота все вот эта причина только одна а как это технически получается что он меня бросил он нашел другую конечно будет находить другой смотрите ведь очень все просто отношения создаются всегда в семье только одной причине что есть женская красота только этой штука она создает отношения больше ничего не создает отношения вы скажете но мне допустим причем тут есть но только женская красота есть мужчины тоже могут нравиться до мужчинам нравится только потому что он заметил вашу красоту. Если бы он не заметил, вы бы ни за что его не полюбили. Женщина любит только того, кто ее заметил. Все остальные ее не интересуют. И так отношения строятся, начинают строиться вокруг женской красоты. И женская красота является также центром для детей, для бабушек, дедушек, все в этом мире живет вокруг женской красоты. Но женская красота тает со временем. А у других девушек наоборот увеличивается. Девушки же расцветают. И расцвет длится, допустим, с 16 до 30 лет. Ну, конечно, вы скажете, у меня дольше олигина. Хорошо, я не против. Я не против, все нормально. Потом красота начинает потихоньку затукать. Что это означает, что обязательно должна развалиться семья? Эх, яблочко, да на тарелочке. Надоела мне жена, пойду к девочке. Классика за мной, да? Седина в голову без ребров. То есть, поймите такую вещь, что все Богом предусмотрено. Есть определенное количество лет, за которые человек должен научиться в женщине увидеть другую красоту, если она ее развивает. Если она ее развивает. А если не развивает, помогите. Потому что всегда, когда мужчина спрашивает о женщине, он спрашивает о себе с другой стороны. Можно всегда как бы рассуждать, что у меня нет хлеба, потому что мне не принесли домой. А второй вариант, потому что я не пошел за хлебом. Но второй вариант более практичный. То есть, ждать, когда я его тебе принесу домой. Ну, можно, конечно. Но, наверное, это кто-то этим займется. Всегда, когда мой близкий человек недоразвит, это моя проблема. Потому что он олицетворяет мою прошлую жизнь. Всегда близкий человек — это я в прошлом. Это я в прошлом. Но если вы не верите в это, скажете, я в это не верю. Ну, как это я в прошлом? Тогда вам надо усомниться в справедливости этого мира вообще. Веды говорят, что весь этот мир соткан из одной только справедливости. Поэтому, если ты встретил кого-то, он будет с тобой вести точно так же, как тебе нужно, чтобы ты отрабатывал свои ошибки прошлого. То есть, другими словами, близкий человек ведет себя так, как ты в прошлом. Интересно знать, что с другим человеком этот же человек будет вести себя иначе. Если люди имели несколько браков, они видят, что в раз в каждом браке они совершенно по-другому себя начинают вести. В зависимости от того, что нужно человеку. Они инициируют то поведение, которое нужно человеку. И все качества человека в браке не раскрываются, а только те, которые нужны человеку. Таким образом, если женщина рядом со мной ведет себя таким образом, это я в прошлом, но если я начинаю в молитве жить, прощать, просить прощения, то я сжигаю эту карму, и она меняет свое отношение ко мне. Я также приношу ей милость этим. Она получает от меня благо от такого поведения. Это называется любовь. Бывший муж уже все, он объелся грушей. Все, то есть, все, у вас нет отношений. Вы не отрабатываете карму через него. Если вы ему простили, и у вас осталась светлая память, отношения закончены. Не простила, значит, будете мучиться дальше. Молиться, чтобы простить, очистить отношения, потому что эти отношения закончились. Если вы вылетели из лодки, и ее понесло течением, вы можете мысленно, конечно, плыть в этой лодке и продолжать. Но вы уже не в лодке, понимаете? Вам нужна другая, которая к вам подплывет по тому же самому течению. Потому что по этому течению много лодок плывет. Такой Бог всегда живет рядом с человеком. Он дает возможность. Залазьте в свою лодку и плывите. Но надо знать правила, как плавать в лодках, понимаете? Если человек правила не знает, то его выбивает на первом пороге. И он летит в свободном полете. Бул, ты, в течении. И он думает, вот это моя лодка, я в ней все еще плыву. Все, ты уже не плывешь. Не твоя плодка, там уже другая девушка сидит. Понимаете, часто так бывает, что люди берут чужое, считая своим. Петька приходит, Василий Иванович, у него шубик такой, новой, красивой. Говорит, Петька, ты где взял шубу? Он говорит, я нашел на улице, на земле. Он говорит, я видел на земле, там, жил в этой шубе мужик. Петька говорит, ну да, говорит, он в ней запутался, я ее распутал. Можно думать как угодно, конечно. Это мой муж был в прошлой жизни. Знаете, лекции наслушаются некоторые. Говорит, Олег Геннадьевич, вот, пожалуйста, давайте вместе с вами сделаем выбор. Вот я с человеком жила несколько жизней подряд. Но в этой жизни так получилось волей судьбы, что я с ним не жила вместе сначала. И как бы он снюхался с какой-то другой, не своей женой. У них появились несколько детей. А теперь он наконец встретил меня. И теперь мы вместе. Понимаете? Это чисто еврейский ребенок. Олег Геннадьевич, а теперь скажите, вот вы честный человек, скажите, как правильно. Мы с ним много жизни вместе жили, а она только чуть-чуть. В этой. Да к чей он муж? Ее или мой? Понимаете, да? Какая философия интересная вообще. Удивительная. Вот. Потому что человек закон переплощения узнал. Да, мы сейчас доберемся до этого. Ходить может кто угодно. Вопрос, почему, а не если. Здесь другой вопрос. Давайте сначала почему разберемся, потом если будем уже делать. Итак, почему. Понимаете, вот этот период наслаждения друг другом, он не длится вечно. И когда он заканчивается, то к этому времени люди должны перейти на другой уровень отношений. Если мужчина видит в женщине уже не внешнюю красоту, а внутреннюю, а женщина эту внутреннюю красоту внутри развивает, то есть совпадают эти два фактора, тогда между ними строятся другие отношения. Чистый, светлый и глубокий. Основанный на истинном счастье. Эти отношения, они могут длиться вечно. Много жизней подряд. Ну, вечно, относительно вечно. Ну, много жизней подряд эти отношения могут развить. Даже в духовный мир люди могут вместе пойти, не один. Если они чистые, светлые отношения строят друг с другом. Но понимаете, если люди просто живут вместе, строят домик там вместе, рожают детей, и при этом просто наслаждаются жизнью, они не прощают, у них копится что-то в сердце. Они думают, ну, сколько можно копиться что-то все хуже, я думаю об этом человеке хуже. Думаю. Понимаете, зубы что-то изо рта воняет все больше и больше. Что же делать? Может зубы повырывать? Разводятся, да, зубы вырывают изо рта. А рот чистить не хотят, зуб, понимаете? Интересная философия. Если у тебя там что-то копится, ну, очисти, прощай просечение, прощай, проси прощения, служи человеку, чтобы лучше о нем думать, терпи его, принимай, занимайся духовной практикой, отношения с Богом строят, чтобы переварить. И тогда, даже если один человек в семье, не два, а один, начинает это делать, то его карма, его шлейф, то, что тянется за ним, тоже очищается. И что тогда происходит? Этот человек близкий начинает меняться. Интересным образом, как это происходит. Точно так же, как льдина тает снизу незаметно и потом раз, резко переворачивается. Точно так же и человек, он будет делать вид, что ничего с ним не происходит, когда вы молитесь, просите прощения. Где-то это в среднем длится года два. Может быть, три-четыре, если карма тяжелая, потом риска жих, и он говорит, я очень благодарен судьбе, что ты у меня есть. Или я очень благодарен судьбе, что ты у меня есть. Ты очень необычный человек. Спасибо тебе за все. Спасибо, Спасибо, что ты у меня есть.